Всем привет! В эфире Дети Большого Толка. Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Весь мир! От Барнаула, Алтайского края до простаров космоса. Вы когда-нибудь были на Северном полюсе, а выброшенная вами пластиковая бутылка уже там? Сначала мусор уносит вопь, оттуда в Карское море и Северный Ледовитый океан. Загрязнение пластиком – серьезная проблема. Частично она решается раздельным сбором мусора, но перерабатывать пластик можно всего несколько раз. Однако герой следующего сюжета нашел решение. Как связана переработка пластика и жуки? Ответ даст барнаульский студент-биолог, который коллекционирует насекомых и делает научные открытия у себя дома. О них он расскажет на молодежном конкурсе «Твой ход» и нашей съемочной группе. Усы, лапы и хвост. Нет, речь не о кошках и собаках. У первокурсника биофака Александра Филатова немного другие представления о том, какими должны быть домашние питомцы. У него вот эти лапки очень колючие. Если попытаться его неаккуратно взять, он меня прогулит. В его коллекции 53 вида членистоногих – насекомые, паукообразные и беспозвоночные. Всего же в контейнерах больше тысячи разных особей. Началось все с черепах, подаренных мне родителями. Потом появились улитки, тараканы. Ну и как-то все закрутилось и получилось вот так вот, что всех стал собирать. Ну не всех, конечно, подряд, а только стараюсь. Ни гибридов, ни альбиносов, вот только чистые линии. Своих любимчиков студент находит по объявлению в сети. Там же обменивает или продает. Много, конечно, на этом не заработаешь. Зато пока усатые воспитанники живут как на курорте, молодой ученый продолжает их изучать. Вот недавнее открытие. Личинки этих черных жуков, зоофобосов, способны перерабатывать пластик. Кстати, вчера еще эта упаковка была целой. Личинка, которая всю жизнь ела практически только пластик, она может окуклиться и стать нормальным жуком. Для них это совершенно нормально. И пластик переработанный прекращает быть опасным для природы. То есть полистерол и пенопласт, они способны перерабатывать полностью. Однако, пока молодой ученый решает проблемы экологии, своих меньше не становится. Например, постояльцы иногда умудряются сбежать, чему с трудом привыкли родители. Но Александр не останавливается и мечтает еще и обзавестись змеями, чтобы продолжить исследование. Люди бывают нудные и безответственные, обидчивые и мстительные, смешливые и смелые. Есть такая профессия, которая помогает узнать характер человека по его почерку. Это графолог. Доставайте свои тетради. Сейчас узнаете о себе много интересного. У нас в гостях человек интересной профессии. Таких во всей России единицы. Юрий Решетов – эксперт в области почерковедения, графологии. Может определить, кем подписан документ или кто написал расписку. Его экспертное заключение – доказательства в суде. Юрий может дать более 50 характеристик человека по почерку. Когда человек любит ходить в баню, там такое нельзя установить. Но можно установить IQ человека, насколько он развит именно умственно, эмоциональный интеллект. Юрий Решетов окончил Волгоградскую академию МВД по специальности судебная экспертиза, а также Израильский институт графоанализа. Юрий публикует научные статьи в международных журналах, а также выступает экспертом в судах, в том числе в Верховном суде. Графологи нужны, чтобы заметить в почерке неблагонадежность или, например, самоотверженность. Поэтому графологический анализ часто проводят при приеме на работу. Еще с помощью такого анализа можно определить уровень развития личности, интеллекта, отношения с родителями и обществом, интроверсию или экстраверсию, то есть общительный вы человек или нет. Ведь все отражается в почерке. Сильные стороны, перспективы роста, то есть на что нужно обратить внимание, какие признаки у вас такие доминирующие. Значит, почерк, он меняется вместе с личностью. Как же это происходит? Существует прямая зависимость между тем, как мы мыслим, и тем, как пишем. Ведь письмо – это деятельность мозга, и она напрямую отражается в почерке. Как взаимодействуют ваши нейроны, какие эмоции вы испытываете, такими и будут буквы. Если буквы к концу строчки увеличиваются, то человек любит спорить. Если вы не делаете переносы в словах, а пишете до упора, вылезая на поля, то их характер упертый. А расстояние между словами в предложении показывает то, на каком расстоянии вы держитесь от людей. На прием к графологам приходят и для того, чтобы разобраться в себе, узнать, какую профессию выбрать, как направить свои отрицательные качества, например, лень или вспыльчивость, в нужное и полезное русло. Все мы знаем, что почерк можно улучшить, если заниматься этим. А характер? Представьте себе, он тоже меняется из-за почерка. Занимайтесь каллиграфией, чтобы улучшить и почерк, и характер. Знаете, что такое Артек? Это международный детский лагерь на море. Отправиться туда можно совершенно бесплатно. Для этого проводятся творческие конкурсы. Какие, расскажут наши корреспонденты. Для того, чтобы получить путевку в Артек, нужно зарегистрироваться на сайте Артек-дети. Затем заполнить профиль от имени ребенка, а не родителя. Правильно вводим все данные и сканы документов. Ученики с 5 по 11 класс могут бесплатно поехать от региона. Ваши оценки в школе не важны. Главное – ваша активность. Сканируйте и загружайте дипломы и грамоты, благодарственные письма. Можно прикрепить всего 10 наград и 10 иных достижений. Какие это могут быть достижения? Победа в танцевальных и вокальных конкурсах, фестивалях, спортивные награды. Победа в олимпиадах, волонтерство и лидерство. После того, как загрузили грамоты, выбирайте сезон и ждите одобрения. Пробуйте! Совсем недавно прошла волна поступлений в ВУЗы. И многие неожиданно для себя открыли, что дополнительные баллы даже в крупные столичные ВУЗы можно получить не только за учебу, но и за волонтерство. Как получить заветные баллы и каким возможностям открывает волонтерство, нам расскажет специалист по работе с молодежью Алтайского центра развития добровольчества Руслан Фокин. Здравствуй, Руслан! Привет! Руслан Фокин занимается волонтерством с 10 класса. За годы добровольчества принял участие в нескольких десятках мероприятий, от краевых до международных. Был волонтером на Кубке Миропогребля на Байдарках и Каноэ. Организатор полезной программы слета добровольческих объединений Алтайского края. Куратор всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Вожатый профильной смены для начинающих добровольцев «Включайся на добро.ру». За активную волонтерскую деятельность в марте 2021 года награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации. Расскажи, какие направления добровольчества есть в Алтайском крае? Ну, направлений на самом деле очень много. Я расскажу о самых популярных, наверное, это, конечно же, социальное волонтерство, потому что социальная помощь незащищенным слоям населения – это действительно очень важно в наше время. Также событийное волонтерство – это работа волонтеров на различных событиях любого уровня, любого масштаба, потому что без помощи волонтеров, как мы знаем, ни одно крупное событие не обойдется. Вот. А также, конечно же, патриотическое волонтерство. Здесь самое крупное – это волонтерское движение «Волонтеры Победы». Здесь ребята занимаются уже также помощью ветеранам, различные акции делают и, ну, патриотического характера. Вот. И, конечно же, медицинское волонтерство. Здесь самым крупным являются волонтеры-медики. Они, в свою очередь, работают по сей день в больницах, в медицинских учреждениях и также работают с населением, профилактические работы проводят. Вот. Ну и помимо этого, конечно же, есть экологическое волонтерство, донорство, поисково-спасательное волонтерство. То есть, на самом деле, направлений очень много. Да, это очень круто. Со скольки лет и как можно стать добровольцем? Как попасть в отряд или акции? Добровольцем, на самом деле, можно стать буквально со 8 лет. Это минимальный порог возраста, когда ты можешь зарегистрироваться в единой информационной системе добро.ру. Добро.ру – это самый крутой и классный сайт по добровольчеству, потому что там собраны различные обучающие курсы, где ты можешь обучиться как доброволец, так и организатор добровольческой деятельности. В том числе, там можно размещать различные посты о добровольчестве из мира добровольчества в Алтайском крае, чтобы, допустим, твою акцию увидело как можно большее количество человек. Вот. Ну и, конечно же, Добро.ру – это каталог добрых дел, то есть ты можешь туда зайти, прописать все условия, к примеру, где бы ты хотел поработать, и найти любое дело тебе по душе. Вот. И реализовать, собственно, свой потенциал. А в целом, чтобы вступить в волонтерский отряд, ну, многое, наверное, не нужно. Просто обратись к своему классному руководителю или куратору, потому что практически в каждой общеобразовательной, профессиональной или высшей образовательной организации есть волонтерский отряд. И это очень круто. Это все очень интересно. Говорят, что волонтерство дает возможность бесплатно учиться на форумах. Расскажи, хотят ли сделать для наших детей такое же? Да, с 20 по 23 сентября в детском оздоровительном лагере Юрия Гагарина будет проходить молодежно-образовательный форум «Алтай. Таланты региона». Он соберет 300 классных инициативных участников от 14 до 17 лет. Будет очень крутая образовательная программа на шести образовательных площадках. Помимо образовательной программы, конечно же, будут каворкинг-зоны, различные тематические и спортивные мероприятия, творческие направленности, где, ну, каждый найдет, я думаю, что ему по душе наверняка. Регистрация продлится до 9 сентября, поэтому советую поторопиться, чтобы увидеться на этом прекрасном форуме. И последний вопрос. Как получить волонтерскую книжку и заветные 4 балла к поступлению? Для многих это очень важно. Волонтерскую книжку получить очень и очень просто. Всего лишь нужно сделать несколько шагов. Как я сказал ранее, нужно зарегистрироваться на платформе добро.ру. Опять же, она здесь нам помощник. Вы получаете ID, это ваш уникальный номер. Далее вам нужно будет заполнить заявление на личную книжку волонтера и согласие на обработку персональных данных. После чего сделать фотографии 3х4, 2 штуки, и принести в один из пунктов выдачи личных книжек волонтера. Их вы также можете найти у нас в группе ВКонтакте, в разделе «Получить личную книжку волонтера». Собственно, 10 дней она будет в работе, и после вы можете записывать туда добрые дела и собирать свое социальное портфолио для поступления в ВУЗ. Чтобы получить заветные баллы, вы также можете ознакомиться с перечнем ВУЗов, которые принимают личные книжки волонтера, на платформе добро.ру. У каждого ВУЗа этот подход индивидуальный, потому что кто-то принимает бумажную книжку волонтера, кто-то электронную. Электронная у вас изначально ведется, когда вы зарегистрировались на этой платформе. Получается, что каждый ВУЗ по-своему оценивает это. У кого-то меньше баллов, у кого-то больше, но можно получить до 10 баллов. Также за разное количество часов или разный период деятельности это также учитывается. Поэтому лучше узнавать либо на самой платформе, либо у приемной комиссии самого ВУЗа. Спасибо большое за интервью, Руслан. Пусть добрых дел будет больше и больше. А я напоминаю, что у нас в гостях был Руслан Флокин, специалист по работе с молодежью Алтайского центра развития добровольчества. И мы говорили о волонтерстве. На сегодня это все. Но наша программа уже работает над новым выпуском. В нем мы узнаем, что такое фьюзинг, знакомимся с кукольницей и пообщаемся с настоящим космонавтом.